Я решила сварить суп из чечевицы. Это очень вкусный питательный суп. Чечевица очень полезна для здоровья. Она содержит много белка, поэтому суп из нее получается вкусным, наваристым, питательным и очень сытным. И я люблю супы из гороха, фасоли и чечевицы варить именно в скороварке. Тогда вкус получается более насыщенным и нам так нравится больше. Готовится элементарно просто. Конечно, можно все это сделать в обычной кастрюле. Технология, в принципе, такая же. Буду делать на курином бульоне. Я всегда варю на втором бульоне. Я довела воду до кипения, вбросила в нее куриное филе. Довела опять до кипения, проварила пару минут, воду слила. И теперь варю филе уже на второй воде. Сняла пену и теперь буду отправлять сюда чечевицу. Чечевицу я взяла стакан, замочила в холодной воде. Она у меня немного разбухла, вы видите. Сейчас я ее промою под холодной проточной водой, откину на дуршлаг и отправлю к куриному филе. У меня это коричневая чечевица. Она разваривается дольше и поэтому лучше ее, конечно, предварительно замочить. Но если вы будете использовать красную чечевицу, то ее предварительно замачивать не надо, так как она достаточно быстро готовится. Я отправляю чечевицу в кастрюлю, довожу до кипения и пока будет вода закипать вместе с ней, я нарежу картофель мелкими кубиками. Накрываю крышкой, чтобы быстрее закипело. Картофель нарезаю приблизительно вот такими кубиками и уже подготовила овощи для зажарки. Я возьму луковицу, морковку и здесь у меня три стебля сельдерея. Если вам не нравится, можете сельдерей не добавлять. И верхушки стеблей я просто отрезала, вброшу их в суп, а в конце уже их достану. Также положу еще небольшой кусочек свежего острого перца. Но это естественно по желанию, можете этого не делать. Теперь буду нарезать овощи для зажарки. Донышки у лука я всегда вырезаю, мне не нравится их вкус. И это естественно самая жесткая часть в луковице. Я не использую ее никогда. У сельдерея ножом для чистки овощей я очищаю всегда вот эту верхнюю часть, так как она жесткая. И стараюсь овощи нарезать так, чтобы кусочки их были приблизительно одинаковые. Если зажарку не любите, то естественно можно делать просто с сырыми овощами. У меня чечевица закипела, теперь я сюда отправлю нарезанный картофель и доведу до кипения. После того, как закипит, посолю. Добавляю на сковороду растительное масло и хорошо ее разогреваю. В разогретое масло сначала добавляю обжаривать морковь. И присыпаю немного сахаром для того, чтобы процесс карамелизации происходил быстрее. Когда морковь зазолотится, добавляю к ней сельдерей. Обжарю пару минут и в последнюю очередь буду добавлять лук. Тем временем у меня картофель закипел. Теперь я отправляю сюда соль по вкусу. Добавляю 2 чайные ложки приправы кухарок. Я ее всегда добавляю в супы. Из приправ буду добавлять 3 горошка душистого перца, немного черного молотого перца, сушеные стебли укропа, 2 гвоздички для аромата. Много не добавляют, так как у нее очень интенсивный аромат. Немного семян укропа. Их я предварительно чуть-чуть измельчу в ступке. Также отправляю сюда зелень сельдерея с верхушек стеблей, красный острый перец и 3 лавровых листика. Следом отправляю зажарку. Теперь накрою крышкой и доведу до кипения. Когда у меня скороварка засвистит, я поставлю огонь на минимальный и перемещу скороварку на самую маленькую комфорку. И буду томить приблизительно минут 40. У меня суп уже доварился. Я сейчас достану, разделаю куриное мясо, нарежу его на небольшие кусочки. Попробую на соль и при необходимости досолю. Курица, кстати, окрашивается от чечевицы и получается такого розоватого цвета. И сейчас сюда добавлю сразу замороженную петрушку и натру на мелкой терке пару зубчиков чеснока для аромата. И сразу я достаю приправы лавровый лист и душистый перец вместе с гвоздикой, для того, чтобы потом удобнее было кушать. И сразу достану верхушки стебельков сельдерея. Теперь отправляю сюда порезанную курицу и дальше можно при желании добавить сюда кипяток, чтобы довести суп в необходимой консистенции. Так как сразу налить скороварку необходимое количество воды нельзя, иначе она может взорваться. И такой суп мне нравится подавать со сметаной. Если никогда не варили, попробуйте. Я надеюсь, вам понравится. Получается очень вкусно. Мы сейчас будем обедать и желаю вам приятного аппетита, кто тоже сейчас кушает.